Утечку газа из цистерны на железной дороге устранили пожарные в Кустанайской области. Около полуночь от дежурного поступило сообщение о том, что на станцию Аркана, участок Айтики-Би, прибыл грузовой поезд из 70 вагонов в сообщение «Бжем Кустанай». Служащие дороги заподозрили, что у одной из цистерн с 34 тоннами сжиженного углеводородистого газа разгерметизировалась крышка люка. А в составе имелись еще и 10 цистерн с пропаном и 21 с углеводородом. По оперативным данным из-за утечки газа создалась реальная угроза трем ближайшим населенным пунктам, крупным производственным объектам и жизнедорожной станции, а также населению почти в 2000 человек. Движение всех поездов остановили, цистерну, представляющую угрозу, отогнали на безопасное место. В радиусе одного километра было организовано отцепление сотрудниками военизированной жизнедорожной охраны, линейной и районной полиции. На место выехал начальник областного ДЧС. Цистерну осмотрели специалисты и выяснили, что не был полностью закручен один из кранов. Его закрыли и устранили утечку. Всего к операции было привлечено почти 60 человек. Информация о побеге заключенных из исправительного учреждения в Кустанайской области не соответствует действительности. Об этом сообщают сотрудники Департамента уголовно-исполнительной системы региона. По их данным, информация распространяема в социальных сетях о сбежавших шестерых осужденных из тюрьмы в Аркалыке – фейк. Также в сообщении ведомства отмечается, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность. В полиции региона дополнили, что по данному факту уже начато досудебное расследование. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание, введя ограничение свободы на срок до одного года, либо лишение свободы на тот же срок. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению личности автора фейковой информации. Обстоятельства ДТП, которые произошло в Кустанайе 12 октября, пояснили сотрудники полиции. По их данным, утром около 9 часов на улице Красносельской 28-летняя водитель автомашины Део Матис, совершая маневр по объезду ямы на дороге, выехал на полосу встречного движения, вследствие чего допустило столкновение с автомашиной УАЗ «Патриот». Удар пришелся в правую сторону малолитражки со стороны пассажирского сидения, на котором в автокресле сидела 4-летняя дочь, управлявшая автомобилем женщины. Девочка получила телесные повреждения, доставленную в больницу. Пострадала и ее мама. По данному факту полиции возбуждено административное производство. Департаменте полиции Кустанайской области напоминает водителям о соблюдении правил дорожного движения.